И почему? Потому что в каждой стране много народов. Например, мой отец он из Чада, и только в Чаде живет 365 народностей. Немножечко, да, ухармарочка была, что везде на слайдах, в Википедиях пишут племена. Племена это не совсем правильное понимание. Почему? Потому что есть племена, да, есть народности, есть этносы. Вот, и очень часто, когда сейчас, вот, да, там пишут, там, племя Сусу, это неправильно. На самом деле народность Сусу, да, то есть чтобы вы понимали. И точно так же в танцах. Сегодня мы будем говорить о фанге, да, фанга это танец приветствия, вот, и часто, когда приезжает какая-то делегация, да, или приезжает какие-то важные гости, выходят танцоры, и именно танцоры встречают этих гостей. И часто в одной руке флаг той страны, откуда приехали гости, а в другой руке принимающая флаг страны, которая принимает. Вот, и все движения начинаются, да, вот все движения, они идут от сердца. Каждое движение что-то обозначает. Вот, то есть вот первое движение, вот, раз, два, если можно, под музыку, и раз, два, да, раз, два, отнимаем руки, раз, два, на сердце. И встречаемся с открытой душой, да. Есть одно какое движение, которое обозначает тоже, то есть каждый танец можно читать. Если вы увидите, такие вот движения, то есть вот, раз, два, обозначает, накормим, накормим от всей души, примем от всей души. Сейчас и в будущем мы их всегда рады вам. Вот. Это язык танца получается. Конечно, конечно, обязательно это язык танца. И весь танец в каждом движении обозначается, что мы, как мы вас встречаем, как мы вас любим, и что вы можете на нас полагаться. Вообще, как бы, если говорить о танцах в Африке в целом, да, то есть, возможно, есть какие-то танцы или движения, которые вас смущали. Я могу объяснить каждую из них. Какие вы видели? Никаких? Ой, насмотрелся. Душа попой крутит. Вот. Душа попой крутит. Ага, да. Вот очень много, да, африканский танец, это значит, попой крутит. Ну, здесь и да, и нет, потому что в зависимости от какой страны, да, какая страна и какая религия преобладает в этой стране. Например, восточные, не восточные танцы, а Эфиопия, Сомали, ну, Сомали уже немножечко, Сомали, в принципе, да. У них все движения больше на верхнюю часть, да, и вот эти вот все танцы, они идут вот на плечики. Вот. Идет игра, как бы идет разговор плечиками. Чем центральнее, тем больше движение соблазнения. Вот. Но это движение не только соблазнения. На самом деле, на самом деле, в Африке очень хорошее отношение к детям, да, продолжению себя, продолжению рода. И поэтому девочек учат, что с детства, что вам в будущем надо будет рожать. И чтобы роды проходили легче, вот эти вот движения, которые разрабатывает ТАСС, они очень-очень потом помогают природой. Более того, в Камероне есть даже поликлиника, где, куда приезжают даже европейцы, и где с помощью танца, с помощью вот этих вот движений, которые разгоняют кровь в тазе, которые облегчают эти боли, как рожать безболезненно и даже с удовольствием. Ну что, кто еще, может быть, за это время уже созрел к танцам? Нет? Желающие хотя бы согреться немножечко. Хорошо, тогда мы вот с моей юной ученицей покажем, покажем вам, попробуем, да, воскресести. Вы будете вот это за мной, да? Да, и вот. Раз, два, три, четыре, пять, 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 Ну, на самом деле, африканские танцы, они все кинамики. Вот. Немножечко, вот, может, вы видели танец Масая. Они просто прыгают, прыгают, прыгают. Вот. И, ну, если не задумываться, почему они прыгают? На самом деле, по традиции, кто выше прыгнет, тот считается самым сильным, самым таким мужественным, потому что, действительно, высоко прыгнуть, это нужно быть физически подготовленным. И даже вот, когда собирают, выбирают невест, вот, женихи выстраиваются, и вот, кто выше прыгнет, вот, к тому лучше невеста и достанется. Первый мэйт, второй выбор. Да, 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 да. Вот. И вот танцует в одну сторону, потом танцует в другую сторону, танцует в эту сторону и разворачивается. Что обозначает это движение? Очень часто, и это было всегда так, да, когда человек чувствует себя одиноким, когда человек чувствует, что его никто не любит. Но надо всегда помнить, что хотя бы один человек, и это ты сам можешь себя обнять, и с надеждой на то, что вот в будущем тебя будут тоже обнимать. Да, вот, сзади это тебя любили, тебя тоже обнимали, и об этом тоже не надо никогда забывать. Вот. Ну и когда человек разворачивается в третий раз, то есть все равно нужно верить и надеяться, что всегда будет хорошо, и ты не будешь один. Вокруг тебя есть мир, который тебя обнимает и любит. Я, как врач, понимаю это, что это был почаще психотерапевтический смысл этих танцев. Ну, на самом деле, да, на самом деле так и есть. Вот. И в каждой жизненной ситуации, то есть, вот, были периоды, когда, то есть каждый танец, он отображает, что было актуально именно для того времени. В жизни этого человека? Нет, не только в жизни этого человека, а в жизни народа даже. Вот. Например, вот есть движение, да, вот, раз, два, три, четыре, и поворачивается. И с этой стороны как бы берет к себе. Человек ищет по жизни. То есть, вот, был период, когда у народа, народы и в Африке очень часто переезжали, иногда даже на другой континент, в поисках лучшей жизни. Человек прощупывает, прощупывает, где лучше, где он что-то найдет. Разворачивается, значит, налево, и, если это его, он принимает к себе, идет к этому, стремится к этому. Потом снова новый этап, снова человек ищет, смотрит в другую сторону, и тоже что-то находит, и тоже это принимает к себе. То есть, нужно быть готовым, и нужно постоянно стремиться что-то прощупывать, что-то нащупывать новое. И потом обязательно это принимать, потому что оно твое. То есть, всегда нужно быть в поиске, и обязательно оно к тебе откликнется, и обязательно оно будет твое. Вот, такое вот тоже есть. Ну, по поводу свадебных танцев, тоже свадебные танцы, они более взрослые, да? Вот, и, конечно же, есть вот танцы, где, которые вот спокойные, которые танцуют в кругу семьи, да? И которые показывают, какая невеста, вот, как бы, опять-таки, смотря из какой семьи, да, и для какого уровня. То есть, если это на уровне, скажем так, президента, да, там вот, ну, чиновников, это одни виды танцев. То есть, там нужно показать, какая невеста, вот, как бы, благородная, вот, она не спешит, вот, достойная, да? Вот, а если, например, танец, где уже, скажем так, уже взрослые и родственники ушли, и остаются взрослые женщины. Вот, есть танцы, в которых они учат, как она, оставаясь наедине с мужем, как она должна через танец, да, вот, как она должна, да, вести супружескую жизнь, скажем так. То есть, это обучающий танец. Но, все в мерах, в мерках пристойности. То есть, я, мне пересылали видео, вот, непосредственно, вот, после свадьбы, все пристойно, нельзя ни в коем случае прикасаться друг к другу. То есть, это носит чисто обучаемый, такой, поучительный характер. Ритуал, да. Свадебное, получается, это, ну, свадебное все, правильно? Да, ну, это как на подствие, на жизнь, чтобы, 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 да, на супружескую жизнь. И это, ну, действительно, я считаю, что это очень хорошо, потому что... Хорошо, какие потенциалы. Да, да, да. Выпоследование, руководство, телесного. Телесного даже больше. Ну, потому что, я думаю, что это все-таки правильный подход. Вот, и этот аспект жизни тоже не нужно выпускать. Вот, он очень важен. И, ну, это хорошо, что взрослые передают знания. Это обязательно. Да. И для детей, например, тоже, юноша, есть танцы для юноши, в которых участвуют только мальчики. И в которых называется танец сильных людей, вот, в которых, в котором, вот, отображается, есть только которые для мальчиков, есть которые и для девочек. Есть смешанные, это больше для сцены, где показано, что люди, они сильные, и выносливость, то есть в этом движении показывается и рыбак в движении, да, вот, раз, два, веслом. Раз, два, и вверх, назад, да, то есть вот здесь вот, как бы, рыбаки, они действительно выносливые, сильные, мужественные, да. Есть женщина, которая, при том, что у нее, например, ребеночек на спине, она работает на поле, вот, но при этом она еще и танцует, да, вот, то есть таким образом она убаюкивает ребенка. И вот наша общая знакомая Алена, основатель школы барабоны Африка, у нее ребеночек, вот, когда она приходила ко мне на танцы, он тоже его вот так вот завязывал, и он так хорошо спал, сладко. Серьезно? Укачивает. Укачивает, да, и в ритмические движения. Да, они укачивают, да, вот, есть второе, то есть третье движение, то есть все-все-все в одном танце, из всех аспектов жизни, как бы, показана жизнь человека, такого трудящего человека, но при этом все, при этом все, он радуется, он танцует, то есть другое, другое отношение к жизни, то есть всегда быть на позитиве, всегда верить, да, жизнь тяжелая иногда, но это наши отношения, как мы к этому относимся. Или с улыбкой танцуем и веря, что если нащупать, прощупать что-то, да, нащупывать, можно принять и все изменится. Ну, или сидеть и только вздыхать. Вот, поэтому мы выбираем танцы. Танцы. Барабан, да, или какие еще, кроме Африка, барабан? Какая страна, вот, но традиционно, традиционно, раньше это были барабаны в первую очередь, да, и разновидностей барабанов очень много, это, может, Да, разновидностей барабанов. Я знаю, что из самых таких необычных барабанов я могу сказать, что это барабан пигмеев, хотя, слово даже пигмей, Это тоже немножечко нетолерантное, неправильное. Почему? Потому что пигмей это человек с кулачок. Это как бы как прозвище. Вот. Точно так же, как вот бушмены. Они обижаются, когда их называют бушменами. Лесной человек. Да, лесной человек, ну, некрасиво, да, то есть приехали, ага, назовем этих бушменами, да, там, типа лесными, вот, этих там пигмеями и так дальше. То есть дали прозвище, которое потом написали в энциклопедии. Это тоже немножко несправедливо, да, то есть сам народ должен определять, как их называть, а не кто-то со стороны. Вот. И у них вот барабан очень такой интересный. Почему? Потому что выкапывается яма, вот, которая как резонатор, и натягивается шкура. И вот такой вот, ну, я слышала, такой глухой, такой очень глухой звук. Потому что, ну, обычный барабан, если вы знаете, да, для таких людей он тяжелый. Они всего-то ростом от метр тридцать до метр пятьдесят максимум. Вот. И обычный барабан для них тяжелый. Но вот благодаря такому вот образу барабана очень далеко передаются звуки. Он такой глухой, далеко звучит и понятен. На листах числодах далеко, как ухо не шлона, аж туда за несколько десятков. Да. Ну и опять-таки барабан, это же не просто, да, вот, а давайте поиграм и только потанцуем, да. Барабан это есть язык барабана. И иногда, благодаря барабану, можно передать информацию, и передавалась информация даже на расстоянии двадцати километров. Вот представьте, да, то есть вот можно, играя здесь в библиотеке, накрещать и передать, что мы находимся в библиотеке. Нас столько-то человек, там, например, там столько-то мужчин, пятнадцать мужчин. И чувствуем себя хорошо. Чувствуя себя хорошо, приезжайте. Вот. То есть все это вот передается, можно передать с помощью языка барабана. Это тоже другая, как бы, история, потому что это тоже по наследству, это семейное. Вот, то есть отец обучал сына. Вот, сын своего сына и так дальше. Есть женские барабаны, есть мужские барабаны. Есть наказание за неправильно поданную информацию. Вот. То есть, если это были такие, ну, как бы, не тяжелые последствия, такому человеку отрезали уши, как бы, что нужно лучше слушать, что ты потом передаешь, ну, что ты передаешь. Потому что последствия были разные, да, то есть, например, кто-то заболел, а он неправильно понял, и он передал, что помощь не нужна, кто-то там приболел, но помощь не нужна, доктор может не приходить. А человек, например, там, осложнение, да. Ну, вот, чтобы в следующий раз, в напутстве другим, вот такое наказание. Вот. Но это... Какие секретные? Что-что? Какие секретные? Нет. Чтобы они тоже знали, что это есть библиотека. Вот. Но, с другой стороны, это как, скажем так, особая каста, да, то есть, почитаемая, потому что от них это, ну, как, это как мобильный телефон, да, без него никогда. Только представьте, что этот один телефон на всю округу. То есть, на этого человека он был очень уважаемый, и с большим почтением к нему относились. Но я думаю, что заслуженно. Вот. Поэтому барабаны, это вообще, это отдельная история. И вот кто занимается, кто изучал больше язык барабанов по сложности, азбука Морзе намного-намного уступает. Язык барабанов намного сложнее. Вот. Ну, это я же говорю, что... А во всем этом, я танцах, я барабанов, можно долго рассказывать. Азбука Морзе это международный, а барабаны, вот, разные племена тоже могут друг друга через барабаны? Или у каждого своя азбука? У каждого своя азбука. И более того, то есть, существовало раньше, как школа переводчиков, вот так барабанщики сижались, и чтобы понимать... Изучали друг у друга. Изучали друг у друга и передавали. То есть, иногда передавали, например, с Чада и передавали аж в Южную Африку. Актуальная информация какую-то, да, актуальная. Актуальная информация, да. Вот. Вот, тоже изучили, что информацию, когда лучше, вот как вы думаете, когда лучше передавать информацию по барабанам? Днем или вечером, или... Когда надо, то есть, потом... Воздух, воздух. Зависит от воздуха, да? Правильно, правильно. А я на ручью. Охлаждается, или брисок, или... Да. И лучше всего еще вдоль реки. По воде. Да, по воде. По воде. Да. То есть, ну, много... Хотя вода улучшает сигналы. Да. Много-много таких вот нюансов. Ну, именно вот в этом направлении тоже. Ну, а какая информация, что? О войне, или о чем? Или о стихийных бедствиях? Ну, на самом деле, заболели, напали, или что-то закончилось. Заречаться. Срочно. Заречаться. Да, или срочно привезите, доставка нужна. На самом деле... Ну, и объединяемся, идем войной к соседям в гости. Ну, как, кавычкам, да. Все группы племен объединяются, пошли наваляем там. И барабанами всю свою победу про всю Африку говорили. Вот мы, Масаи, очень сильное племя. Бойтесь нас. Или в чате как-то... Народность. Народность. Я больше племя применять не буду. Народность. Ну, вот, например, я с народной... У меня смешанная народность, то есть... Отец. Да. Туния и Сара. Две смешанные. Правильно. Мать украинка, отец русский. А, ну, у меня, да, тоже еще... И еще такая, то, что... И мама с центральной Украины, а папа тоже с центра, но с Африки. То есть... Центровые. Центровые, да. Тоже с помощью барабана, наверное, нашли друг. Почти. Почти. В танце где-то. Фрызнул высоко, папа, да? Ну, ладно. Ну, в принципе, да. Ну, что, проиграли? Субтитры подогнал «Симон»